Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами готовим очень простой осенний салат. Салат готовится на основе сырой моркови. Это самый доступный продукт осенью. Салат вкусный, салат пикантный. Оставайтесь со мной на канале и посмотрите, как готовится этот салат. И запомните, я не учу вас готовить. Я лишь предлагаю идеи приготовления вкусной домашней еды. Продукты, которые нам потребуются для приготовления этого простого салата, вы сейчас увидите на своих экранах. Также по традиции оставляю рецепт в описании под видео. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые события на моем канале. И ставьте пальчик вверх, если видео вам было полезно. Как обычно, готовится все очень просто. Я уже подготовила все продукты. То есть, это натертая морковь на терочке и натертый твердый сыр. Я беру 1 к 3 300 грамм моркови, 100 грамм сыра. Вы ориентируетесь на свой вкус. Как я уже не раз говорила, это салат. И придерживаться точных пропорций совершенно не обязательно. Смешали сыр и морковь. Сюда добавляем чеснок. Чеснока также берите по вкусу. Как я уже не раз говорила, у меня в семье чеснок любят. Я добавляю вот таких 3, даже 4 больших зубчика. Добавили чеснок. Сейчас нужно все немного присолить. Почему немного? Потому что мы с вами еще будем заправлять майонезом. Размешали и будем заправлять салат. Заправить салат можно майонезом, сметаной. Я буду заправлять домашним майонезом. Как делать домашний майонез? Более подробно есть у меня ролик на канале. Можете посмотреть. Я взяла растительное масло и молоко. И сейчас погруженным блендером все это буду взбивать. Ну вот, посмотрите, не прошло 20 секунд. У нас получилась вот такая эмульсия. Видите, вот. Значит, сейчас сюда нужно добавить горчицу. Я добавляю столовую ложку. У меня горчица сладкая. Где-то пол чайной ложки соли. И чайную ложку лимонного сока. И еще секунд 10 все это нужно взбивать. Вот и все. У нас получился домашний майонез, который мы сейчас будем заправлять в салат. Все хорошенечко перемешиваем. Обязательно попробуйте салат на соль, чтобы вам хватало соли. И все. Наш простой салат готов. Подаем салат порционно, либо на общем блюде, как больше принято у вас в семье. Как видите, салат готовится из очень доступных продуктов. Готовится очень быстро. И попробуйте салат вкусный. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Пусть все рецепты будут вам по карману. Заходите ко мне на канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые события. И ставьте пальчик вверх, если видео вам было полезно. Пусть все рецепты. Пусть все рецепты. Пусть все рецепты.